Вступил в законную силу обвинительный приговор конкурсному управляющему санатория Верхний Бор Вадиму Бабкову. На кадрах видеозаписи зафиксирован момент получения и перерасчета вознаграждения незаконно полученного от коммерсанта за помощь в покупке санатория. Бабков пообещал покупателю помочь победить на торгах по покупке пансионата. Общая сумма взятки, которую требовал осужденный, составила 2,5 миллиона рублей. После того, как Бабков получил часть денег, 1 миллион рублей, его задержали сотрудники ФСБ. Расследованием уголовного дела по статье 204, часть 8 Уголовного кодекса «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» занимались следователи Московского международного следственного отдела регионального следственного комитета. Установлено, что в апреле 2018 года обвиняемый получил от мужчины, действующего в рамках оперативного эксперимента, в качестве коммерческого подкупа 1 миллион рублей за оказание содействия и создание благоприятных условий для реализации в пользу последнего недвижимого имущества общества с ограниченной ответственностью санаторий Верхний Бор, находящийся в процедуре банкротства. В момент получения денежных средств конкурсный управляющий был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области. В судебных прениях гособвинитель просил суд назначить Бабкову реальный срок лишения свободы – 7,5 лет. Сторона защиты настаивала на переквалификации статьи обвинения с коммерческого подкупа на покушение на мошенничество. 4 октября суд выслушал последнее слово подсудимого. Я глубоко и искренне сожалею о совершенном моем покушении на мошенничество. Скорю себя каждый день за райцами. Прошу суд проявить гуманность и при назначении наказания не применять изоляцию от общества, дав возможность быть семьей. Продолжить лечение. Спасибо. Центральный районный суд города Твери признал Бабкова виновным в покушении на мошенничество и назначил 4 года колонии условно со штрафом в 500 тысяч рублей. 3 декабря обжалованный приговор после рассмотрения в Тверском областном суде вступил в законную силу. Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Твери, генерального директора коммерческой организации. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержан подозреваемый в вымогательстве незаконного денежного вознаграждения в размере более 5 миллионов рублей. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 Уголовного кодекса, коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере. По данным следствия, в период с июля по ноябрь текущего года при исполнении муниципального контракта, заключенного с администрацией Киморского района Тверской области, генеральный директор организации, осуществлявший строительный контроль по выполнению работ по капитальному ремонту наружных и подземных сетей теплоснабжения, вымогая более 5 миллионов рублей от подрядчика, выполнявшего указанные работы за согласование приема и сдачи выполненных работ, незаконно получил от последнего часть затребованной суммы денежных средств. Допрошен ряд свидетелей и очевидцев. Проведено более 10 обысков и осмотров. Подозреваемый задержан в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и во дворе он в изолятор временного содержания. Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. 4 декабря подозреваемому избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.